Начинаем дальше. Добрый вечер, дорогие атамианцы, добрый вечер, дорогие партнеры. Хочу сказать прежде всего огромное спасибо организаторам этого марафона. На самом деле это блестящая идея объединить команду, дать пропаганду здоровому образу жизни, вовлечь всех в этот процесс. И как Мика только что сказала, что этот процесс не на один день и не на два месяца, я думаю, что все, кто участвует в этом марафоне, они поменяют свои привычки. Поэтому отдельное спасибо хочу сказать человеку, который придумал эмблему. Она шикарная, эмблема вот этого движения анатомия стройности. Ну и, наверное, в рамках этого марафона будет много информации. Мы прослушали две лекции от Райхан и Дины. И я буду сегодня говорить продолжение этой лекции, начиная со здоровья, далее уже о тех БАДах, которые мы будем использовать и уже используем в выздоровлении организма. Ну, конечно же, как всегда, я буду говорить о том, что такое БАДы, как их использовать, на какие группы они делятся. Как мы уже слышали, что такое здоровье, как говорила Райхан, но вот по статистическим данным у нас здоровыми являются всего 5-7% населения. Вообще считается, по данным ВОЗ, что на каждого человека в среднем приходится 4-5 нозологий, что абсолютно здоровых людей нет. Но если есть, то это лишь маленькая часть населения. Вторая группа, самая большая, это условно здоровые. То есть их называют люди в состоянии предболезней или, скажем так, те определения здоровья вы тоже уже знаете, да, когда человек себя чувствует комфортно. Это процент 75-80, так оно и есть, наверное. И больных, к счастью, всего 20%. Но что самое интересное, больными занимаются врачи. Если человек болен, он обращается к врачу, и врач прописывает ему лечение. Но больных 20%, но около 80% населения, они предоставлены сами себе. Да, и они даже не думают, вот как врач, я сталкиваюсь с этим, и врачи, которые участвуют сегодня в вебинаре, они тоже, наверное, согласятся с тем, что 80% населения, ну, практически не думают о необходимости профилактики. Потому что сами врачи не говорят о профилактике, задача врача вылечить, а вот уже когда дело касается профилактики, тут человек остается сам на сам. Все мы не будем скрывать, ведем малоподвижный образ жизни, и вот, как Мика сказала, что следующим этапом будет, это 10 тысяч шагов в день, это здорово, я думаю, что мы все присоединимся к этому движению. Но экологические катастрофы, они, конечно, не зависят от нас, но, тем не менее, даже у нас в Казахстане есть такие промышленные города, в которых очень загрязнена атмосфера. Наш полигон Семипалатинский тоже до сих пор дает о себе знать. Ну и, конечно же, наверное, как говорили на прошлой лет, отрицательное влияние на здоровье человека, конечно же, влияет то, что продукты питания, которые мы сейчас употребляем, они, конечно же, частично бывают и заморожены, и сублимированы, их дезодорируют, да, то есть вкусно пахнущие фрукты, они обработаны. То есть вот даже представить, вы идете на рынок, и зимой покупаете виноград. Вот если вы сорвете виноград из своего сада, и он постоит там в тарелочке на столе, через сутки в нем будет либо плесень, либо он будет какой-то скользкий, несвежий. Но виноград, который продается на рынке, он может храниться до месяца, и никто не задумывается, что чем же его так обработали, что он остался в таком свежем виде на такое длительное время. Если говорить сегодня, тема моей лекции, как раз-таки биологически активные добавки, как их использовать для оздоровления организма. Конечно, биологически активная добавка, она является активной добавкой к пище, входит чаще всего либо в состав пищевых продуктов, либо она представлена отдельными БАДами, которые мы употребляем в пищу. То есть опять-таки нужно помнить, что БАДы не предназначены для лечения, а БАДы являются добавкой к лекарствам при лечении человека, добавка к правильному питанию, когда человек начинает, как мы сейчас в марафоне, правильно питаться, обязательно нужны добавки. И физические упражнения, которые вызывают определенные затраты энергии в организме. Вот чтобы дать определение БАДу, вот наиболее удачный термин, на мой взгляд, дал академик Орехов. Он их назвал, БАДы – это биокорректоры питания. То есть это не лекарственные оздоровительные средства, которые служат для оздоровления. Под оздоровлением подразумевают сохранение, укрепление и восстановление здоровья. И места лечения здесь нет. Но на основе этих БАДов разработана программа 3О. Я думаю, что эта программа и нас касается. Это очищение. Мы все прошли месячное очищение. Дальше это очищение приведет к омоложению и оздоровлению организма. Вот эту цитату или как вот эту вырезку мы, наверное, очень часто слышим. И на самом деле это так. Вот горький опыт японцев после Хиросимы и Нагасаки под влиянием вот этой вот бомбы. Японцы остались живы, и они сейчас являются долгожителями, длительно живущими на земле, благодаря тому, что у них принят закон об употреблении БАДов. И 90% населения в Японии принимают БАДы регулярно. В Японии не возьмут на работу. При устройстве на работу ты должен обязательно приложить список БАДов, которые ты употребляешь. Если ты не принимаешь БАДы, значит, ты не заботишься о своем здоровье, и поэтому ты будешь плохим работником, ты будешь часто болеть. В Америке эта цифра составляет 80%, это тоже высокая цифра. Но вот в Америке, я думаю, что побывав там, что больше всего, наверное, население заботит то, что медицина очень дорогая. И чтобы не попадать в больницы, народ оздоравливается, он ведет здоровый образ жизни. На самом деле это так. Люди правильно питаются, люди употребляют БАДы, люди выполняют физические упражнения. В Европе эта цифра достигает 50%. Мы Европу только начали, наверное, завоевывать, а в странах СНГ всего лишь 8. Но я думаю, что на сегодняшний день процентов 10 населения все-таки принимают БАДы. И поэтому, как говорит профессор Тотельян, регулярное использование БАДов – это лучшее, что сегодня может сделать человек для своего здоровья. Но я думаю, должно пройти еще года 3, может быть, лет 5, чтобы наше население развернулось лицом к БАДам, чтобы мы понимали, что для здоровья это очень важно поддерживать свой организм. Я думаю, что самое главное, чтобы врачи развернулись в эту сторону, потому что очень обидно, когда пациент говорит, вот мне врач запрещает принимать химохим. Или вот как вчера у нас был случай, когда доктор, инфекционист, которая работала в красной зоне, назначала своим пациентам химохим, и теперь она вышла из красной зоны. А другой врач не разрешает тяжелому пациенту, ее знакомому, принимать химохим. Поэтому, конечно же, очень низкий процент тех врачей, которые считают, что БАДы очень нужны, поэтому, наверное, надо какой-то БАДы преодолеть. И думаю, еще года 3, и очень много людей будут применять БАДы. Оно выделяет три основных вида воздействия БАДов на организм. Первое – это очищение. Детоксикация, когда мы чистим свой организм от токсинов, от солей тяжелых металлов, от свободных радикалов, от слизи, шлаков, ну, в меньшей степени, конечно, от камней. По-любому, любая программа оздоровления начинается с очищения или детокса. То, что мы и начали делать в своем марафоне. Далее идет восполнение. Мы многое не получаем вместе с пищей, которую употребляем. Необходимые микроэлементы, витамины, аминокислоты, полиненасыщенные жирные или незаменимые кислоты. С пищей мы их не можем получить, организм их не вырабатывает. Вообще, я думаю, что каждый человек должен понимать, что с определенным возрастом, когда организм уже начинает изнашиваться, когда уже многие функции организма снижены, начинают нарушаться, обязательно нужно помочь организму. То есть восполнять тот дефицит, который возникает в результате старения организма, скажем так. И третья функция – это восстановление. Это когда стабилизируются все органы и системы, восстанавливается нормальный обмен веществ и включаются какие-то резервные силы организма. Поэтому по своему составу БАДы тоже делятся на три основные группы. Это нутрицептики, которые применяются для коррекции химического состава пищи. То есть это добавки белковые, какие-то жиры, витамины, добавки минеральные. И дальше идет уже такая более серьезная группа – это парафармацевтики. То есть фармацевтика – это лекарства, а это пара – приближенные. Вообще, нужно сказать, что иногда некоторые БАДы приравниваются к лекарственным средствам. Как-то я уже в своей лекции вам рассказывала, чем отличаются БАДы от лекарств. Так вот, прежде всего, они отличаются тем, что БАДы, всегда проверяется их безопасность. Но если проверять эффективность на пациентах, то это уже будет лекарство. И тогда уже мы не сможем так распространять эти БАДы. Их может только назначать врач, если БАД становится лекарством. Поэтому вот придумали такой термин – парафармацевтики. Это уже поддержка организма, это уже вспомогательная терапия, когда к основному лечению добавляются БАДы для поддержки организма. И третья большая группа – это элбиотики. Это как раз-таки живые микроорганизмы, которые оказывают нормализующее действие на состав, биологическую активность, микрофлоры, желудочно-кишечного тракта. Поэтому основная роль БАДов – это выполнение дефицита, недостающих питательных веществ. Это повышение защитных сил или устойчивости организма к воздействию неблагоприятных факторов внешней среды. Это влияние на метаболизм организма, это иммуномоделирующее действие, это выведение тех токсинов, которые имеются в организме, и это лечебное питание. В некоторых случаях БАДы являются лечебным питанием. Как применять БАДы в разные периоды жизни человека? А вот здоровье – это период, который на здоровье у человека приходится где-то 20 лет жизни. Человек, когда рождается, он должен быть здоровым. И, наверное, в молодости, в детстве таких серьезных заболеваний у этих людей нет в таком возрасте. Но это проходит где-то в здоровом состоянии, 20% жизни человек находится в абсолютном здоровье. Следующее – это малоадаптация второй период жизни, это когда недостаточная защитная функция организма и адаптация к неблагоприятным условиям окружающей среды. Это около 40% жизни. 20% жизни – это предболезнь. Предболезнь, когда лекарства пить еще нет необходимости, но и здоровым себя назвать нельзя. И вот это состояние предболезней, конечно же, требует уже активного вмешательства БАДами. И болезнь – это тот период жизни, когда назначаются лекарства. При использовании БАДов следует придерживаться определенных правил. То есть практически здоровым людям нужно употреблять БАДы с целью профилактики и отдавать предпочтение нутрицептикам, то есть тем БАДам, которые восполняют недостаток каких-то компонентов в рационе человека. При состояниях предболезней с целью профилактики назначаются уже, мы уже сказали, парафармацевтики, да, и они могут быть использованы на фоне каких-то диетических рекомендаций. И уже больным БАДы, правда, назначают после полного медицинского обследования и консультации с врачом-специалистом. Но тут, конечно, тоже такие ножницы получаются, да, когда очень часто нам пишут, врачи, помогите, назначьте БАДы вот этому пациенту. И очень сложно бывает, иногда врачи никто не отвечает, и человек в чате начинает сердиться, почему же врачи молчат. А иногда очень сложно просто со слов человека какому-то третьему лицу назначить лечение. Поэтому больным БАДы назначаются осторожно, назначаются после анализов, после согласований с лечащим врачом. Поэтому, конечно же, вот будьте осторожны, чтобы не получилось все наоборот, не польза от наших БАДов, а вред. Ну вот Мика мне любезно предоставила вот этот пакет ДЕТОКС, который был разработан командой. И я думаю, раз мы говорим о БАДах, мы будем говорить именно о тех БАДах, которые мы используем в нашей программе, вот в этой анатомии стройности. И вот я буду сегодня говорить только о тех БАДах, которые мы используем с целью ДЕТОКСа, с целью снижения веса, чтобы вы четко понимали, что же вы употребляете. И первое, конечно, у нас в продукции от компании Атоми сразу всех привлекает женщин, скажем так, моего возраста. Это чай для похудения. Он так и называется, чай-пур для похудения. Но этот чай, он удивительный. Я специально выбрала все функции этого чая, и это не все, здесь около 10, наверное, а я нашла, знаете, 21 функцию вот этого чая-пур. Но за счет того, что он обладает мочегонным эффектом, и он ферментируется, и после ферментирования он очень тактично, деликатно очищает пищеварительную систему от токсинов и шлаков. Все, кто сейчас принимает чай-пур, заметили, наверное, да, что он обладает определенным мочегонным эффектом. В то же время он ускоряет обмен веществ, снижает уровень холестерина в крови и эффективно расщепляет жировые ткани. То есть раз идет ускорение обмена веществ, раз быстрее идет распад, то, соответственно, вместе с мочегонным эффектом, с фотоотделением, быстрее вводятся токсины, быстрее идут окислительно-восстановительные реакции. Чай-пур содержит природные антиоксиданты, и далее он нормализует сахар в крови, очищает стенки сосудов, представляете, насколько он эффективный, гармонизирует кислородный обмен в организме, восстанавливает водный баланс, и его эффективно применять при пищевом или алкогольном отравлении. Он оказывает, он очень быстро, как регидрон, восстанавливает потерю жидкости. Благодаря ферментам, которые образуются во время ферментации, он очищает дыхательные пути и легкие от излишней слизи. Вот когда у человека кашель, потом сначала у него болит горло, потом у него начинается бронхит, у него пошла мокрота, вот в этот период этому человеку можно дать теплый чай-пыр, пусть он попьет в течение дня или в течение нескольких дней, и эта мокрота и слизь будут отходить значительно легче. Вот после ферментации образуется очень большая интересная группа химических веществ, которые относятся к группам танина. Танин блокирует в надпочечниках образование гормонов стресса, то есть кортизол и тестостерон. То есть если человек такой возбудимый, то вот как раз-таки этот чай, он его успокаивает. С одной стороны, он тонизирует сосуды, он тонизирует нервную систему, но с другой стороны, он как бы успокаивает человека и блокирует, потому что блокирует не через центральную нервную систему, видите, какое удивительное свойство у этого чая, он не через центральную нервную систему блокирует возбудимость, а воздействие на надпочечники. Есть у него еще такая особенность, что он укрепляет зубы, что самое интересное, да, в которой образуется группа полифенолов, которая подавляет вредную микрофлору в полости рта, устраняет запах изо рта и укрепляет зубную эмаль, устраняет чувство голода. Это очень важно при похудении, когда человек постоянно хочет кушать, постоянно думает об еде, пусть можно выпить хороший стакан вот этого чая-кулар. Ну и, соответственно, способствует долголетию, потому что это природный антиоксидант. Что такое антиоксидант? А вот когда в организме идут окислительно-восстановительные процессы, скапливаются шлаки, и вот тут как раз-таки нужно воздействовать, эти окислительные процессы, когда усилены, нужны антиоксиданты, которые выводят свободные радикалы, потому что свободные радикалы вредят организму, иногда даже могут взбивать какие-то такие новообразования или запускать какие-то аутоиммунные процессы в организме. Поэтому, конечно же, чай-кулар, обладая вот такими противовоспалительными и противооксидантными действиями, замедляет процесс старения. Кстати, вот я нашла еще одну такую интересную информацию про чай-кулар, что он оказывает положительное влияние на зрение, он улучшает зрение. То есть вот получается, что не пить этот чай нельзя. Поэтому, если вы все употребляете вот в рамках этого марафона чай-кулар, то это первый продукт для детокса. Следующий, значит, по вот нашему слайду, да, следующий продукт – это спирулина. Ну, наша спирулина, она чудесная. Самое первое, что делает спирулина, вот мне понравилось, она замедляет процессы старения организма. Вообще спирулина – это природный белок, который восполняет дефицит белка, который влияет буквально на все. То есть спирулина влияет на работу иммунной системы и обмен веществ, снижает уровень сахара в крови, борется с атеросклерозом, снижает уровень холестерина в крови, нормализует работу всей эндокринной системы, в том числе щитовидной железы. Вообще, если говорить о эндокринной системе и о щитовидной железе, то наш регион, он вообще имеет такую вот склонность к тому, что очень большой процент населения у нас страдает нарушением функций щитовидной железы. И вот как раз таки спирулина при ее длительном применении позволяет даже отменять гормоны щитовидной железы или снизить значительную дозу гормонов щитовидной железы. Спирулина выводит тяжелые металлы, радионуклиды. Мы уже сказали, что это такое, да, тяжелые металлы и радионуклиды. Можно употреблять женщинам, кормящим, в период кормления грудью, потому что женщина теряет много, отдавая ребенку много питательных веществ, в частности белка, поэтому беременным женщинам можно пить спирулину. Ускоряет послеоперационное срастание тканей и костей, снижает, кстати, головные боли. И я получила такой вот отзыв, что как только у меня начинает болеть голова, я выпиваю спирулину. Я говорю, ну, как-то вот я слышала, что выпивают два стика витамина С, снимается головная боль, омега-3 снимается головная боль. Нет, как именно от спирулины. Я действительно нашла информацию, что спирулина может снимать головную боль. Воздействует быстрая реабилитация после перенесенных заболеваний. Вот постковидная реабилитация – это прямое показание к назначению спирулины. Это вот ценный источник белка. Если мы в процессе похудения, да, в процессе, когда мы начинаем себя ограничивать во многих каких-то вот жирных продуктах, в мясных продуктах, вот тут нужно восполнять вот этот недостающий белок спирулиной. У него есть такое очень интересное свойство, что обладает противоопухолевой активностью. Снимает похмельный синдром. При больших физических и умственных нагрузках тоже эффективен. Нормализует психическое состояние организма, повышает устойчивость его к раздражителям. Вот это свойство спирулины мне вообще очень понравилось. Да, мы знаем, что все болезни от нервов, все болезни через голову. И если мы можем с помощью спирулины вот как-то привести в равновесие свой организм, то это просто классно. Ну и, конечно же, если принимаются антибиотики, параллельно нужно принимать спирулину тоже. То есть как бы вот в процессе вот этого нашего марафона при потере белков, а мы сейчас еще добавим пешие прогулки плюс физические нагрузки, спирулина – абсолютное показание для применения вот в этот период. Следующий продукт, который мы тоже в рамках детокса включили в этот пакет, у нас есть малый пакет, да, средний и большой. И вот самые основные ВАДы, которые нужны в первую очередь. Я думаю, что пробиотики, мы знаем и любим их все, и принимали, наверное, все атомианцы, которые как только пришли в эту компанию, первое, что все назначают – это пробиотики. Вообще пробиотики – это удивительный БАД, потому что это полезные лактобактерии, которые ограничивают рост вредных бактерий в кишечнике. То есть вообще хочу сказать, что пробиотики нужны абсолютно всем. Если говорить о детях, это абсолютное показание для применения пробиотиков. То есть вы можете смело всем детям назначать пробиотики. Почему? Потому что мы тоже кормим детей, ребенок не успел родиться, он на грудном скармливании, но мама тоже не абсолютно натуральную пищу кушает, а потом мы начинаем его кормить. Чем? Вот эти какие-то каши в пачечках, какие-то соки, какие-то пюре, они все содержат консерванты. Невозможно сохранить пюре в баночке даже на несколько месяцев, чтобы не включить туда консерванты. У ребенка в кишечнике находится 80% иммунитета. То есть вдоль всего кишечника имеются пейровые бляшки, то есть это рядом или между ворсинками, внутри кишечника имеются вот такие пейровые бляшки, это или лимфоидная ткань, которая вырабатывает иммунные клетки. Другими словами, иммунитет ребенка 80% находится в кишечнике. И если у ребенка запор, естественно, страдает микрофлора, оттуда пошло, снизился иммунитет, пошла интоксикация, которая повреждает не только ткани, интоксикация у ребенка от запора, от дисбактериоза повреждает клетки головного мозга. Он плохо учится, он плохо учится, он не усидчивый, он возбужденный. Обратите внимание на этого ребенка, ему нужно срочно дать пробиотики. Если сейчас все дети аллергики, наверное, 80% детей это аллергики. Вот при аллергии, вот немножечко ушла в сторону, прошу прощения, но хочу сделать акцент на это, что очень часто в чате пишут, если у ребенка аллергия, можно там назначить мультивитамины или еще что-то. Мультивитамины детям аллергикам нельзя, а вот пакет, который обязательно начинается с пробиотиков, жевательного кальция и третий компонент это омега. Поэтому пробиотики нужны детям, пробиотики нужны пожилым, потому что у всех пожилых людей, спросите у своих родителей, у кого они постарше, да уже после 45 лет абсолютно у всех появляется склонность к запорам. Почему? Потому что, во-первых, мы не пьем тот объем жидкости, которые надо бы выпивать, да, мало жидкости в желудочно-кишечном тракте, это раз. Второе, уже с возрастом нарушается перистальтика кишечника. Перистальтика замедляется, значит появляется запор. Ну а что такое запор? Это опять-таки интоксикация организма. Поэтому опять раз идет интоксикация организма, идет интоксикация центральной нервной системы, снижается функция иммунной системы и появляется порочный проб. Поэтому кишечник должен работать безупречно. И, наверное, все вы знаете, что когда приходит пациент к дерматологу, мы смотрим на лицо и говорим, о, наверное, у тебя что-то не в порядке с желудочно-кишечным трактом, потому что если шлаки не выводятся из организма, все сразу видно на лице. Поэтому пробиотики нужно пить всем, учитывая, что и пища не совсем качественная, и постоянная у нас преимущественно у всех сидячая работа, мало кто активно двигается, и поэтому, конечно, малоподвижный образ жизни. Те пищевые продукты, которые мы употребляем, они просто требуют обязательного использования пробиотиков. Омега-3. Вот Омега-3, это, наверное, один из моих любимых БАДов, содержит жирные кислоты, которые являются эффективнейшей профилактикой против образования тромбов и против образования холестериновых бляшек. Что делает Омега-3? Вообще доказано, что Омега-3 – это единственный БАД, который защищает интиму сосудов, то есть внутреннюю поверхность сосудов от воздействия углеводов. Вообще углеводы, они очень здорово бьют по кровеносной системе. Почему у пациентов с сахарным диабетом всегда проблемы именно с сосудистой системой? Потому что повреждается интима сосудов. Внутренняя поверхность сосудов, если она имеет мельчайшее какое-то микромикроскопическое повреждение, то это уже сигнал к тому, что в этом месте соберется холестерин, потому что виноват не сам холестерин, который циркулирует в крови, а именно образование вот этих холестериновых бляшек на интиме сосудов. Это, вы знаете, вот как в барыке вода течет, но если вдруг поперек встала палочка, то весь мусор собирается вот возле этой палочки. Вот так же и холестериновая бляшка. Если повреждена интима сосудов, хоть малейшая, и туда начинает собираться холестерин. А если собирается туда холестерин, нарушается проходимость сосудов, в этом месте кровь задерживается, когда идет, и может образоваться тромб. Поэтому омега-3, она просто показана абсолютно всем, потому что мы не употребляем в таком количестве жирную морскую рыбу, а та рыба, которая к нам приходит, она уже мороженая, перемороженная, не знаю, сколько там содержится. И если вы употребляете фастфуды, если у вас подвижный образ жизни, если у вас повышается периодически сахар, омега-3 должна быть в рационе. Вот когда говорят, что омегу-3 надо пить пожизненно, это подразумевает не то, что ты вот начал сегодня и до конца жизни будешь пить. То есть ты пьешь ее курсами. Два месяца пропил, месяц отдохнул, месяц пропил, месяц отдохнул, три месяца пропил, два месяца пропил, в зависимости от состояния. Как определить это состояние вообще? Если вы с целью профилактики, вы здоровы, с целью профилактики принимаете омегу, то достаточно двух капсул нашей омеги. Но если у вас какие-то состояния после болезни, если у вас какие-то воспалительные процессы в организме, количество капсул омеги можно увеличить до шести. Если вы в состоянии болезни, то до шести капсул, потому что омега является первым средством по защите кровеносных сосудов. И я уже как-то рассказывала, что имеется доказательная база по эффективности омеги. Когда в Великобритании в течение восьми лет проводили вот такое рандомизированное, слепое исследование, когда одной группе пациентов давали омегу-3, а другой группе пациентов давали оливковое масло. Это были одинаковые капсулы, и пациент не знал, он пьет оливковое масло или омегу-3. И через восемь лет доказали, что те люди, которые пили омегу, у них смертность от инфаркта, это были люди с ишемической болезнью сердца. Так вот, в той группе, которая пила омегу-3, и смертность от инфаркта миокарда была ниже на 28%. Это очень высокие цифры. Вот после того, когда ты видишь вот такие доказательства, конечно, в эффективности омеги сомневаться не приходится. Учитывая, что наша омега, она, я считаю, что лучшая из тех омег, которые когда-то я употребляла, потому что много разных компаний, и вы можете смело рассказывать своим пациентам об этом препарате, об этой добавке. Следующий препарат или БАД, который мы добавили в пакет с детоксом, это всеми любимый химохим. Он реально не имеет аналогов, он иммуномодулятор. Его называют умным диагностом, я его называю препарат с интеллектом, потому что именно химохим находит твое слабое место. И, наверное, вот вы поделитесь информацией, вот после моей лекции, как мы начинали принимать химохим. Он находил наше слабое место. У нас обострялось то место, именно тот орган, который болеет. И чем он эффективен? Что это за... Я не буду рассказывать, что это три травы, что его придумывали 8 лет. Я просто хочу сказать. Вот как вот простыми словами объяснить, как действует химохим. Как только вы начинаете пить химохим, химохим начинает очищать лимфатическую систему. А, чтобы было еще проще, межтканевую жидкость. Наш организм на 80% состоит из воды. По мере того, как мы теряем воду, мы начинаем... Почему у детей кожа такая нежная, бархатистая? Там вообще 90% воды, да? А дальше уже с возрастом кожа становится суше, потому что мы теряем воду из клеток, воду из тканей. Так вот, что делает химохим? Когда в межтканевой жидкости скапливаются токсины, а лимфатические сосуды, они тоже есть везде, и химохим начинает выводить токсины. И что же происходит? Когда все токсины выводятся, вот даже я его... Он иммуномодулирует, именно влияя, стимулируя иммунные клетки. Он просто очищает лимфатическую систему, и она начинает работать правильно, так как она должна работать в здоровом организме. Вот если, знаете, вот комната, вы зашли, она завалена всякими вещами, а вам нужно пройти к столу возле окна, то вы начинаете разгребать эти вещи и добираетесь к столу. Но если вы зашли в комнату, и комната чистая, вы легко проходите к этому столу. Вот приблизительно то же самое делает химохим в организме. Он просто чистит организм и запускает иммунную систему. Как он запускает? Он активирует как клетки, киллеры, которые убивают опухолевые клетки, клетки, зараженные вирусом, вирусом живут внутри клеток. Он активирует макрофаги. А что такое макрофаги? Если в организм попал микроорганизм, какой-то микроб, скажем, его макрофаг просто съедает. Это вот клетки, которые первыми встречают любую инфекцию в организме. Если химохим повышает активность этих клеток, значит, включаются защитные силы организма. И мы убедились в пандемию ковида, что химохим способен очищать и разжижать кровь, предупреждать образование тромба. Он реально работает на этом уровне, потому что те, кто принимал химохим, они не верили этому химохиму. Вот, во всяком случае, в прошлую пандемию, во время вспышки ковида, когда мы говорили, пейте химохим, и не пейте препараты, которые разжижают кровь. Но как-то люди, знаете, как-то не особо верили, и у нас опыта было маловато. И на фоне химохима начинали принимать вот эти разжижающие кровь препараты, типа ксорелты. И у женщин были кровотечения, да, маточные, а у мужчин носовые кровотечения. Там говорят, так химохим же разжижает кровь. Он реально разжижает кровь. И когда у человека вот в постковидном состоянии идет сгущение крови, и когда он говорит, пейте химохим, вы должны его пить, не прекращая в течение года. Не особенно прислушиваются и потом страдают от этого. Просто настойчиво предлагайте химохим всем, кто перенес ковид. Если вы в состоянии, опять-таки, физических нагрузок, сейчас начнутся вот эти упражнения, все, что мы накопили, мы должны почистить свой организм, поэтому химохим вот в рамках нашего марафона это абсолютное показание для очищения организма. Он выводит свободные радикалы, соли, тяжелых металлов, продукты воздействия иницирующего излучения и радиации. Ну и вот, как я уже повторюсь, противовирусное антибактериальное действие за счет стимуляции вот этих клеток иммунной системы. Ну и, естественно, будет замедлять процессы старения. Кстати, вы, наверное, заметили, что из эфира в эфир, когда включают камеры, все атомианки становятся все лучше и лучше. Это воздействие химохима, я так считаю, но и тех БАДов, которые мы принимаем. Поэтому, конечно, если у человека частые простуды, ослабленный иммунитет, ему показан химохим, если есть какие-то хронические заболевания, показан химохим, если есть опухолевые процессы, онкология, показан химохим, особенно он показан тем, кто получает химиотерапию. И, опять-таки, наши врачи с очень большой настороженностью назначают химохим больным с онкологией, говоря, а вдруг станет хуже. Вот я говорю, хуже точно не станет, поэтому нужно обязательно... Это же БАД, понимаете? Это добавка, это же не лекарство, но оно очень... Это очень умный БАД, и поэтому, конечно же, он регулирует функцию всех органов и систем в нашем организме. Ну вот, это был базовый пакет, пакет детокса, и те БАДы, которые мы собрали вот в этот один пакет, и я вам рассказала, чтобы вы понимали, что происходит в вашем организме. Далее идет, конечно, я думаю, что больше процент тех, кто желает похудеть, таких как Мика наша, мало кто хочет набрать вес. В основном мы все хотим похудеть. Вообще, оказывается, женщина в этой жизни должна делать три вещи. Это учить иностранный язык, отращивать волосы и худеть. И никогда она не достигнет эффекта или идеала. Но, тем не менее, этот процесс, ну вот этот процесс, знаете, непрекращающийся. И мы тоже ищем разные варианты похудения. И просто так похудеть, не кушая хлеб, там, скажем, или не кушая сливочное масло, оказывается нереально. Нужно обязательно помочь своему организму. И вот именно в пакет интенсивное похудение мы добавили псиллиум, фонзайн и коктейли. Ну, это минимальный пакет, в средний пакет мы добавили еще расторопшу. Вот, наверное, я хочу немножечко остановиться на этих БАДах. Псиллиум очень-очень хороший БАД. Шикарная добавка. Это порошок из шелухи семян подорожника и на 75% состоит из растворимой клетчатки. Вообще, есть БАДы, которые содержат клетчатку разных компаний, но именно растворимая клетчатка составляет 15-25,50%. Вот именно псиллиум это растворимая клетчатка. Что такое псиллиум? Это пребиотик. Я уже вам говорила про пробиотик и есть пребиотик. То есть пребиотик это полезная микрофлора для кишечника. То есть как мы принимаем псиллиум? Если вы утром выпили вот этот киселек, наш псиллиум это такой порошочек с приятным вкусом, который теплой водой разбавляется и этот киселек выпивается. И вот псиллиум пошел вдоль всего кишечника. И как вы знаете, в кишечнике есть вот такие ворсинки. Там с возрастом, у детей эти ворсинки, они прямо шевелятся, работают между ними пейровые бляшки, а с возрастом что происходит с этими ворсинками? Они просто склеиваются. Склеиваются, и поэтому вот этих ворсинок все меньше, всасываемость все ниже, и отсюда появляются проблемы со здоровьем. Что делает псиллиум? Вот это еда для бактерий, для лактобактерий, которые мы потом запустим. И вот этот киселек идет, забивается между ворсинками, попадает, далее мы даем пробиотик на ночь выпиваем. И что делает пробиотик? Это бактерии, которые активно поедают между ворсинками вот этот псиллиум, пребиотик. И ворсинки эти поднимаются, кишечник очищается, увеличивается всасываемость, нормализуется его работа. Псиллиум, конечно же, если в результате поедания вот этой клетчатки бактериями, то, что образуется как раз-таки в результате вот этой ферментации, попадает в кровь и снижает уровень холестерина. Если вы растворили и выпили этот киселек, у вас не возникает чувства голода. В процессе похудения псиллиум просто необходим. Если вы с утра выпили этот киселек, вы можете, вот это чувство голода, которое преследует в процессе интенсивного похудения, вы можете его не почувствовать. И самое интересное, что псиллиум избирательно замедляет переваривание и усвоение углеводов. То есть человеку всегда хочется чего-то сладкого. Если вы будете пить псиллиум, вот эта тяга к сладкому, она будет снижаться, потому что псиллиум замедляет секрецию инсулина. А переизбыток инсулина, если в организме инсулин будет на сладкое вырабатываться, то, что едите сладкое, на него вырабатывает инсулин, если в организме уровень инсулина повыше, то это напрямую вызывает отложение жира. Также нужно сказать, что если есть синдром раздраженного кишечника, псиллиум нужен, это сорбент, он адсорбирует на себе все токсины, вот он медленно идет вот этим киселем по кишечнику и адсорбирует на себе все токсины, которые мы копим в себе годами. И он в кишечнике же разбухает еще больше, превращается в эту слизистую массу, поэтому все, что в этой разбухшей слизистой массе вместе с токсинами выходит из организма, то есть идет вот такая детоксикация организма, то есть все, что накопилось у нас в кишечнике, мы выведем благодаря псиллиуму и при помощи пробиотиков. Тоже очень люблю эту добавку. Фанзам или по-другому его называют бромелайн, это продукт, который производится из натурального сырья ананаса. Я думаю, что мы давно слышали, что для похудения нужен ананас, и мы бывают, что я сейчас худею, буду кушать ананас. И как правило, мы кушаем мякоть ананаса, мы же не кушаем эту корку, тем более стебли этого ананаса и так далее. Так вот, как раз-таки фанзам он сделан не просто из мякоти ананаса, а именно из его твердой части, а также из веточек вот этого ананаса. Поэтому это вещество бромелайн, которое помогает расщеплять не только жиры, но и белки и усиливает протеолитическую активность секреции животка. То есть он улучшает процесс пищеварения, он активирует процесс пищеварения в желудочно-кишечном тракте. Он расщепляет белок на незаменимые аминокислоты и белковая пища усваивается быстрее и долгое чувство сытости. То есть что такое белковая пища? Когда мы кушаем много мяса, мясо очень медленно движется по желудочно-кишечному тракту, вызывает определенные днилостные процессы, почему говорят, что если вы кушаете много мяса, ешьте много овощей. Так вот именно бромелайн позволяет расщеплять вот этот белок и быстрее ему перевариваться. И когда белки уже расщепляются до аминокислот, конечно, они усваиваются гораздо лучше. Все мы знаем, что организму нужен белок. У него низкий гемоглобин. Кушай мясо. То есть по сути там не сколько мяса, а сколько белок нужен для того, чтобы запустить систему правитворения. Так вот потребность углеводов значительно снижается и процесс жирового отложения значительно снижается. Поэтому нужно сказать, что вот этот бромелайн это первый препарат у людей, у которых имеется гастрит и особенно он показан людям, у которых есть холецистит. и панкреатит. Вот если приступ панкреатита, кто испытывал приступ панкреатита, это такая опоясывающая боль, чувство тошноты, горечь во рту, знаете, нужно дать два порошка фанзайма с интервалом в 15 минут. И просто человек оживает на глазах. Поэтому конечно же это работающий БАД. Но наш фанзайм от атомии содержит еще биотин, пантотеновую кислоту и витамин вот пантотеновая кислота требуется для обмена жиров, углеводов и аминокислот. То есть его добавили в этот фанзайн для более быстрого, еще более ускоренного расщепления жиров, углеводов и аминокислот. То есть соответственно будет снижаться уровень холестерина. Биотин он является как раз таки важнейшим компонентом, который необходим для обменных процессов при взаимодействии углеводов с инсулином. И вот именно уровень сахара напрямую зависит от биотина. И витамин В1 он участвует в углеводном обмене. А раз углеводный обмен он всегда запускает дальше жировой, белковый, водно-солевой обмен. И вот именно витамин В1 он контролирует или нормализует аппетит, является антиоксидантом, защищает организм от старения алкоголя и табака. Вообще витамины группы В они уникальны, то есть каждый из них это ИВ1, ИВ6, ИВ12, каждый имеет свою функцию, а у нас есть еще комплекс этих витаминов. Вот витамины В как раз таки они очень нужны для правильной передачи импульсов нервных окончаний, для правильной работы головного мозга. Вот при интоксикации головного мозга витамины группы В это первое показание или первый препарат вернее при этих состояниях. Ну и мы далее в пакет включили расторопшу. Расторопша это уникальный препарат, это растение, о котором уже наверное знают издавна и издревле, что расторопша обладает лечебными свойствами именно для лечения печени, желудка и кишечников. Активным веществом расторопши является силимарин. Он как раз является протекторным, защищающим, восстанавливающим клетки печени препаратом. То есть оказывает антиоксидантный, детоксикационный, обеззараживающий от ядов и токсинов эффект. То есть защищает печень. Вообще печень какую функцию выполняет в организме? Печень чистит нашу кровь. То есть кровь как через фильтр проходит через печень. Печень это все сорбирует, печень это все выводит. И вот как раз таки силимарин, который содержится в расторопше, он создает барьер для проникновения этих ядов в клетки печени. Это единственное на сегодня известное природное соединение, которое защищает клетки печени и самое главное восстанавливает функцию печени. Кроме того, нужно отметить, что наша расторопшая от атомии содержит еще радиолу розовую или ее по-другому еще называют золотой корень. Она внесена в красную книгу, это радиола. И вот как раз таки радиола защищает от стресса, стимулирует нервную систему и оказывает антимикробное и антивирусное воздействие. Вообще нужно заметить, что вирус в организме это самое коварное, что может быть в организме, потому что вирус, как правило, живет в переневральных ганглиях, то есть влияет на нервную систему. Вот даже элементарно, когда появляются бородавки? После стресса, когда появляется герпес? После стресса, потому что вирус сидит в организме и ждет, когда организм ослабнет. Что происходит в печени? Какие вирусные процессы есть в печени? Гепатит А, гепатит В, гепатит С, которые вызываются вирусами. И поэтому, конечно же, если вы перенесли когда-то вирусный гепатит, расторопшись с радиолой, это абсолютное показание, конечно, если это болезнь уже. Но здоровому человеку, у которого печень работает каждый день без остановки, это тоже препарат, он даже не препарат выбора, это препарат, который обязательно нужно пропить. Ну вот, в интенсивный пакет для набора веса внесли коктейли. Я не стала готовить слайд по коктейлям, но вот что такое коктейли? Это протеиновые коктейли, они восполняют, то есть это композиция составленная из питательных веществ, и вот в этом порошке весь тот объем нужных полезных вещей, которые нужно употребить в течение суток. Если вы находитесь в процессе похудения, то достаточно одного пакета, этим пакетом нужно заменить либо завтрак, либо ужин, ну и конечно же при этом все равно не объедаться в промежутках между приемом этого коктейля. Если вы хотите набрать вес, нужно количество вот этого протеинового коктейля, увеличить, чтобы было побольше питательных веществ. То есть низкий вес это тоже какие-то нарушения, когда полезные вещества не усваиваются или не откладываются. Ну гораздо страшнее, когда вес лишний, наверное. Поэтому вот все-таки наверное в этом чате в большей степени те, кто хотят похудеть. Ну вот интенсивная поддержка. Здоровье у нас минимум пакет и средний пакет, то есть это те пакеты, которые показаны абсолютно всем. Пожалуйста, если вы хотите быть здоровы, то есть мы говорили о наложении, оздоровлении, вернее очищении, о наложении, оздоровлении, вот те препараты или те БАДы, о которых я только что сказала. Ну и благодарю за внимание. И вот у меня вот такая вставка, я вот нашла международный бизнес сатоми. Я стала так смотреть, и я не вижу Казахстан. Я думаю, что следующий слайд у меня будет, когда вот рядом сатоми Раша будет Атоми Казахстан. Благодарю за внимание. Всем спасибо за то, что слушали. Ой, прошу прощения, я свой лимит, оказывается, исчерпала. Мира Капановна, спасибо вам огромное. Все такое детальное объяснение БАДов за нашим было очень интересно. Благодарю. И здесь в чате тоже много просмотрю чат. У меня несколько было вопросов. Угу. 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 Спасибо. Да, наверное, все захотели выпить чай Пуэр, но на ночь не пейте много чая Пуэр. Он реально подрит. Тут вопрос. Скажите, пожалуйста, чай Пуэр нужно пить курсом. Ну, вот 30 пакетиков, да, в упаковке. Я думаю, что, в принципе, если вы 30 дней будете пить его каждый день, опять-таки, чай Пуэр можно, мне кажется, разводить по-разному. По инструкции идет это в пол-литрах воды разбавить. Но бывает так, что, например, можно выпить чашечкой горячего чая. То есть, если вы высыпите в чашку весь пакетик и зальете кипятком, вы просто пить не сможете. Он будет очень терпкий. Поэтому по там четверть пакетика выпили с чашечкой горячего чая. Если вы хотите взбодриться, чай должен быть горяченьким. Если вы хотите просто, чтобы это был мочегонный какой-то очищающий эффект, его можно пить холодным. Дальше смотрю. Вот спрашивает Омегу 3 два месяца пить и потом сколько перерыв. Вы знаете, вот часто слышим, что Омегу пить пожизненно. То есть, пьете курсами по своему состоянию. Если вы упаковку выпили, упаковка, по-моему, если вы пьете по два один раз, то это на три месяца. Если вы пьете по четыре, а если вы заболели в этот период, вы пьете шесть, вы выпейте раньше. Ну вот коробку, эту упаковку выпили, отдохните месяц, потом возьмите еще. Можно пить два месяца подряд после ковида. Например, я два месяца, если не три, пила подряд. То есть, по своему состоянию. Не бойтесь, передозировки не будет, учитывая, что в нашем регионе у всех и витамина D нет, и витамина E тоже мало. Рыбу мы жирную каждый день не кушаем, вряд ли будет передозировка. Смотрите, онкологию химохима можно принимать без рекомендации лечащего врача. Это вопрос или утверждение я не поняла. Но, вы знаете, не все врачи знают про эти БАДы. Врачи вообще это такая категория людей, которые очень интеллектуальны и зажаты рамками протокола. И врачи, вот они настолько уже боятся того, что пациенты говорят, а вы давали клятву Гиппократа, вы меня не лечите, вы хотите на мне заработать, почему вы мне даете какие-то свои препараты, дайте мне препараты, которые в аптеке. Я думаю, что поэтому многие врачи просто говорят, ой, нет, я БАДы не использую и не назначаю. Но, чтобы грамотно назначать БАДы, нужно использовать доказательную медицину. Если у вас четко есть доказательства эффективности, почему и нет? Нужно не бояться, но у нас пока еще мы не переломили это. Так, смотрите, после COVID-19 начала принимать химохим, и у нее начался отек, зуд, опухли губы, там была аллергическая реакция, да, лекарство прекратило, только химохим. Опять-таки, тут просто нужно очень внимательно собрать анамнез и выяснить, опять-таки, это может только сделать врач, да, на лекарство была такая реакция, или на какой-то компонент химохима. Обратите внимание, что в состав химохима входит мед. Если у человека есть острая реакция на мед, когда-то была крапивница или еще страшнее отек линки, химохим принимать нельзя. Если после COVID-19 нельзя принимать химохим, есть сок нони, есть женьшень, женьшень – прекрасный адаптоген, он тоже абсолютное показание, в постковидном состоянии. Я вообще считаю, что сок нони и женьшень имеют право соревноваться с химохимом в постковидном состоянии. Так что, как понять, хорошо работает печень или нет? Сдать анализы, сдать все биохимические анализы, которые отражают функцию печени. Если вы хотите понять, ваша печень здорова или нет. Это и билирубин, и прямой, и непрямой, АЛТ, АСТ и так далее. Спасибо, спасибо за благодарность. Я всегда готова вам с вами поделиться знаниями. Так, вот у одного человека болят почки, обострился цистит. Какие БАДы из перечисленных сегодня нежелательно принимать? Какие можно? У другого хронический холецистит тот же вопрос. Смотрите, если процесс находится в обострении, любой хронический процесс в обострении, бегом к врачу. сначала нужно получить лечение, и только после лечения можно назначать БАДы. Если процесс хронический холецистит, он с этим живет, то в принципе можно и расторопши, можно и химохим. В принципе, если этот процесс хронический, мы все в состоянии хронического холецистита. уверяю вас, если любой, кто старше 50 лет пойдет и сделает УЗИ органов брюшной полости, у всех будут признаки холецистита и панкреатита. Спасибо вам за обратную связь. Желчный пузырь, холецистит, какие БАДы можно принимать? Химохим можно принимать, расторопши можно принимать. В принципе, и омегу можно принимать. Да, кому-то чай-пуэр как слабительное действие оказывает, а кому-то нет, кому-то именно нужно выпить обязательно псиллиум и пробиотики. Вот опять-таки, смотрите, с чем это связано. Если вы молодая, то и чай-пуэр вам поможет, и химохим поможет. А если перистальтика нарушена, если уже всасываемость нарушена и возраст, тогда уже конечно чай-пуэр не поможет. Тут нужно уже помимо чая-пуэр еще использовать и пребиотики, и пробиотики. Слайды можно? Это, наверное, запись будет, да, Ника? Да, запись будет. Да, потому что там же и слайды будут. Могу так отправить, если кому-то это интересно. спасибо за информацию. Можете классифицировать описанные БАДы в соответствии с тремя основными группами нутрицептики, фармацевтики, эубиотики. Но эубиотики вы уже поняли, что это псиллиум и пробиотики. Что такое нутрицептики? И это такие, скажем, вспомогательные, да, то есть все они являются нутрицептиками, я бы лучше так сказала, к парафармацевтикам что относятся, я бы отнесла химохим, он все-таки обладает мощным эффектом, я бы отнесла женьшень, это мощный адаптоген, ну что еще там из наших можно отнести? То есть это то, что именно прямо вот снимает острый, я бы и, наверное, фанзайн сюда отнесла, возможно, даже и омегу, потому что именно при острых состояниях, если снимается, облегчается состояние, тогда, конечно же, это в большей степени относится к парафармацевтикам, если это просто мы употребляем, чтобы восполнить потребности по витамину С, тогда, конечно же, это немножечко в большей степени нутрицептики, и, конечно же, если говорить о детоксе и похудении, я бы обязательно еще добавила в программу коллаген, обязательно добавила, особенно возрастным женщинам, молоденьким, может быть, не так, а коллаген наш очень не помешал бы. А вот, если периодически появляется аллергия, покажет ли анализ на иммуноглобулин Е? Вот понимаете, что такое иммуноглобулин Е? Если у вас есть аллергия, он будет повышен. При любом случае это ответ организма на аллергию. Опять-таки, что это за аллергия? Аллергия, аллергия рознь. Аллергия бывает разная, да, это может быть контактный аллергический дерматит, да, вы намазали крем, и у вас аллергия. Вы что-то съели, и у вас началась токсидермия, то есть вас обсыпало, вы начинаете чесаться. Можно съесть и почесаться, а можно съесть и умереть, потому что тяжелая форма токсидермии это синдром Лаела, когда человек умирает. Если у вас была крапивница и отек квинки, или даже еще страшнее анафилактический шок, вы четко знаете, от чего у вас аллергия. И даже, наверное, тут, если у вас аллергия, и вы не можете определить, от чего это аллергия, то нужно сдавать не иммуноглобулин Е, а сдавать аллергологические пробы, когда на какой-то компонент определяют, есть ли у вас чувствительность или нет. Это уже аллерготест называется. Он более показательный, чем иммуноглобулин Е. Если вы аллергиев, у вас иммуноглобулин Е будет всегда повышенным. если лечащий врач сказал отменить все ваши БАДы, при этом назначен миамин, новонефрон и ферниксил, они тоже являются БАДами. Но тут у вас уже право выбора. Я не могу, я не знаю, с каких соображений это врач так решил. Почитайте состав там и там, почитайте. почему пусть врач обосновит почему именно эти препараты. Потому что если он назначен БАДы, БАДы в принципе можно употреблять. Тем более после лечения. Если в составе химохимогормоны, нет. Нет. Я думаю, что это препарат растительного происхождения. для поднятия иммунитета ребенок 8 лет. Что стоит посоветовать? Вот в отношении детей пробиотик. Прошу прощения. Так, на меня ничего не действует. Я по поводу работы кишечника. Значит, пить пробиотик как минимум 3 месяца и обязательно псиллиум. Плюс химохим. Онкомаркеры немного повышены. Можно ли пить химохим? Опять-таки, что за онкомаркеры? Что значит немного повышены? Но в принципе, если при лучевой терапии можно пить, я думаю, что можно. Так, вот тут что-то много написали. Так, театр. Хочется добавить спирулину, турмоцин, кальций, пробиотики, витамин С. Как это все грамотно распределить? Значит, если вы пьете пироцитам, гинко, я бы скорее вам добавила витамины группы В, чем спирулину. Ну, закончив что-то, потом турмоцин. Турмоцин я бы сочетала с кальцием. пробиотики, пробиотики, они идут просто, я думаю, параллельно. Пробиотики идут параллельно курсами. Вот пробиотики просто возьмите за правило их принимать, периодически очищать кишечник. Значит, как все это грамотно применить? Вот смотрите, делайте один комплекс, потом второй, первый направленный на тео, второй на позвоночник и параллельно на оздоровление. Вот, можно ли пить химохим при аутоиммунных заболеваниях? Если считать, что химохим такой препарат, который вызывает иммунный ответ, с одной стороны вроде бы нельзя. Да, и говорим, что при аутоиммунных очень осторожно. Но жизненный опыт показывает, что при ревотоидном артрите, как только человек начинает пить химохим, ему становится лучше. При дерматомиазите, вот у меня есть отзыв, при дерматомиазите человек начинает на свой страх и риск пить химохим, и ему становится легче. Поэтому, знаете, нужно тут, смотря какое аутоиммунное заболевание, они тоже очень разные, какая степень выраженности этого аутоиммунного заболевания. Так, как влияет псиллиум на почки? После принятия у меня появились мешки под глазами. Но опять-таки, нужно выяснить, именно с псиллиумом это связано или нет, что вы параллельно принимали. не могу сказать, опять нужно собирать анамнез у вас и опять выяснять, что вы еще параллельно принимали, пили ли вы лекарства, пили ли вы еще какие-то БАДы, сколько жидкости вы в этот момент употребляли. Потому что псиллиум на почке, я думаю, что очень опосредованно влияет. Спасибо, Владимир, за отзыв. У нас даже мужчины, оказывается, есть. Взаимно. Все, что вы мне написали, взаимно. Турмацин лучше жевательным или стриактивным? Вы знаете, опять, турмацин для взрослого лучше стриактивным. Вообще, жевательный кальций я всегда назначаю детям, а триактивный назначаю взрослым, потому что мне кажется, что детям жевательный хорошо, а вот этот триактивный проще проглотить взрослому. Химохим тем людям, которые проходят гемодиализ. Вот с ними, конечно, с гемодиализом, с гемодиализами и больными, но тоже, опять-таки, какое состояние, какие анализы, так сказать, что вот можно или нельзя, какая степень выраженности почечной недостаточной. И тут, я думаю, что нужно консультироваться с врачом в какой-то степени. Ну вот, вроде, Мика, все вопросы исчерпались. Вроде бы, все и все выяснили. Ну вот, у нас сегодня 58 человек, кто заботится о своем здоровье. Это вопрос к Мике. Наверное, возможно ли разместить запись? Да, ну только с вашего разрешения. Да, пожалуйста, пожалуйста. Спасибо большое. Если это кому-то поможет в работе, пожалуйста. Очень поможет, Сегодня много узнали. А вот смотрите, вопрос очень интересный. Человек регулярно пьет химохим, спирулину, омегу, увеличенные лимфоузлы, частый упадок сил, не знаю, что предложить ей. Если вы не врач, ничего ей не предлагайте. Если вы не врач, пусть идет, издает срочно хотя бы общий анализ крови развернутый. А оттуда пойдет все. Просто так увеличенные лимфоузлы не могут быть. Есть разные заболевания, при которых лимфоузлы увеличиваются. Нужно, чтобы обязательно осмотрел врач. Если вы не врач, вы ничего не можете поддержать. Всем спасибо за обратную связь, за приятные слова, если эта информация была полезна. Я вижу, Райхан Толиутаевна, Толиутаевна и Синджанна с нами. Добрый вечер. Извините, заговариваюсь уже. Чат не перестает благодарить вас, Алимира Капановна. Спасибо большое. Всем спасибо. Спасибо за такую приятную обратную связь. Такими знаниями будем здоровыми, красивыми, сильными и достигать своих целей. Кто-то худеть, как вы заметили, большинство у нас хочет похудеть. Как правило, женщина должна три вещи в жизни делать. Худеть, отращивать волосы, учить иностранные языки. Никогда не будет предела. цель никогда не будет достижима. А еще я всегда говорю, что у женщин в жизни должно быть две проблемы. Что на дети, как похудеть. Все остальные проблемы должны решать ваши мужья. Вот так. Я желаю вам всем этого, чтобы у вас вот это была проблема и она была легко решаема. Похудеть. Спасибо большое. Райхан Яснеджановна, вы хотели что-то добавить? Или просто решили составить нам компанию? А, микрофон? А, микрофон точно, точно. Сейчас я попросить включить. Я хотела... Добрый вечер, уважаемые атамианцы. Я хотела поблагодарить Альмиру Капанну за такую шикарную лекцию, потому что вот за это время очень большое распространение получили наши БАДы. Я хотела в поддержку Альмиру Капановну сказать, вот, для всех тех, кто иногда боится, иногда там сомневается, да. Первое, что наши продукты это не лекарства. То есть, человек может пойти в аптеку, купить БАДы, да, и с таким же успехом он может открыть свой ноутбук или компьютер, зайти со своим логином, паролем и купить БАДы Атоми. И это будет намного полезнее. БАДы Аттеку. И поэтому в этом плане вот для поддержания здоровья это очень будет здорово. И как их принимать, как правильно их принимать, сегодня Альмира Капановна прям разложила, я думаю, все-все абсолютно по полочкам. И маленький такой проскочил, такой, знаете, зацепилась я за Татьяну, вот когда задала вопрос транзиторной ишемической атакой, что она ежедневно, они пьют парацетамол, да? Парацетам, по-моему, там, по-моему, описка. Нет, парацетам с утра, потом они пьют через 7 часов парацетамол. Я просто хочу, да, предостеречь по парацетамолу. Парацетамол, аккуратно. Да, да, да. Там они пьют и парацетам, и каждый, если я правильно поняла, там написано повторный прием парацетамола. Если это не опечатка, то, пожалуйста, имейте в виду, что парацетамол это небезопасный препарат. Его надо держать на верхних полках детей, подальше от детей, потому что отравление парацетамолом практически очень сложно. Десять таблеток парацетамола и некроз печени обеспечен. Все, и не один детокс, есть один только препарат, который считается антидотом, это АЦЦ, и он не спасет. Поэтому, пожалуйста, с парацетамолом, нет, его назначают, но все есть яд и все есть лекарства. То есть, не чаще. Если есть показания к парацетамолу, если вам рекомендовали парацетамол, пожалуйста, не чаще, четырех раз в сутки, то есть, каждые шесть часов, не чаще. Это первое. Второе, не больше пяти дней. Потому что дальше препарат может собираться, кумулироваться, особенно если есть нарушение функции печени, есть нарушение функции почек. Поэтому, пожалуйста, вот я просто увидела вот это слово, парацетамол, я просто вот не могла удержаться, чтобы не напомнить, потому что во время пандемии еще ходил такое аудиосообщение, ходило, когда рекомендовали люди, все рекомендовали друг другу, как лечиться от ковида, как спасаться от ковида. Я даже узнала голос врача, когда он говорил, шесть таблеток парацетамола в день. И это сообщение гуляло по ватсапу. То есть, пожалуйста, соблюдайте меры предосторожности. Намного безопаснее пить хемохим. Намного. Я вам сразу хочу сказать, что абсолютно безопасно пить хемохим, чем парацетамол. Понимаете? Теперь заметьте, парацетамол даем детям. Заметьте, да? В разных формах мы его даем детям. А теперь посмотрите, хемохим и когда начинают у нас рисовать разные страшилки по поводу хемохима, еще раз послушайте меня. Хемохим нетоксичный препарат. Он нетоксичный. Он действительно он безопасный. Это вот мой совет такой, да? И второе, там еще Альмира Капанова вы не увидели, там был вам вопрос, всем ли можно, всем ли можно 6 капсул омеги? Нет, Альмира Капановна вам сказала, если есть такая необходимость, понимаете? Поэтому обычная доза это 2 капсулы, абсолютно нормальная шикарная доза. И все. А ко необходимости, ну, если вы не врачи, пожалуйста, не придумывайте ничего. Так, тут еще один. Прописано и пейте, да. Значит, не хочу делать прививку от ковид, заставляют. Ну, что значит заставляют? Что значит не хочу делать прививку от ковид? Ну, что вы прям все так, вот я не знаю, вот дилемма такая, что значит заставляют и что значит не хочу? Альтернативы-то нет. Придется прививаться. Если у вас нет противопоказаний, конечно, если у вас есть противопоказания, конечно, вас никто не заставит. У нас сейчас тоже в УЗИ идет такая акция, потому что нужен иммунитет коллективный, потому что мы в сентябре выходим все на работу, у нас очень большой контакт с пациентами, сейчас приедут студенты, к нам даже приехали индийские студенты и вот сейчас везде индийский штамм. Вы знаете, мы рискуем ковид как рулетка, никто не знает, как он его перенесет. Для одного это, знаете, финиш какой, летальный, человек может умереть от ковида, другой переносит легко и говорит, ой, я только там нюх потеряла. Кстати, нюх потеряла, это тоже не просто так нюх потеряла, это поражение продолговатого мозга, где находится центр именно восприятия. если идет такая мощная интоксикация, представьте, что теряется чувство запаха, это не просто рецепторы в носу пострадали, это центрального геноза, идет интоксикация продолговатого мозга, то есть поражения при ковиде серьезные, поэтому чем вас пугает прививка, я не знаю, потому что прививку надо сделать, просто скоро вы никуда не попадете. Сделают так, что можно зайти только по ошибкам, он будет во всем мире, уже в Европу вы не попадете, даже с нашей вакцины, например, мы сделали спутник ВИ, мы сделали одними из первых, мы уже в марте были привиты, потому что в силу своей профессии, по роду своей деятельности мы даже не сомневались, пошли привились. Конечно, если вы сидите дома, если вы не контактируете ни с кем, вас никто не может заставить это делать. Какие-то, вот почему народ возмущается, что какие-то меры принимаются, вот пугают, заставляют, вы не пройдете в свой, вот например, у нас уже ошибка, заходишь, если у тебя синий, ты пройдешь, если у тебя зеленый, то тебе зеленый свет, если ты в желтый, ты уже не проходишь. А даже если вы не в контакте, вы не болеете, у вас ПЦР отрицательный, но вы не можете пройти через ошибку, вас не запустят. Вот представьте, скоро все двери начнут закрываться, ну поэтому не знаю, принимайте решения, а опять-таки, смотрите, если вы все-таки пойдете на прививку, я вам советую, если вы настроены идти на прививку, обязательно готовьтесь, 3-5 дней химохим, витамин С, омега, спирулина, пропейте, идите, сделайте прививку и еще 5 дней после прививки, вот 10-дневный курс, первый этап прививки, дальше вы знаете, что у вас второй этап будет такого числа, за 5 дней начинаете пить химохим, опять витамин С, спирулину, омегу и 5 дней после прививки, все, перенесете легко, химохим можно быть до 4 стиков принимали, в зависимости от до 6 стиков можно принимать, если вы вдруг за температурой или как-то обычно молодежь говорит, меня колбасило, потому что молодые реагируют острее, чем взрослые, потому что у них иммунная система работает, очень активно включается, там реально может колбасить, можно выпить до 6 стиков витамина С, до 6 стиков химохима, но вот на какой-то короткий период, в день прививки, там если началось, дня 3, по 6 стиков, не страшно, 3 травы не могут вызвать цитокиновый шторм, вот это нужно четко понимать, как могут 3 травы вызвать цитокиновый шторм, это значит, вы не знаете механизм запуска цитокинового шторма, если вы врачи, говорите такое, если вы врачи, говорите, а как же доказательная медицина, я всегда говорю, значит, вы не используете доказательную медицину, потому что когда человек не знает, он будет задавать такие вопросы. Так, тут еще вопросы пошли. Значит, кто потерял нюх после ковида, нюх восстанавливает омега-3, вот как раз таки, вот здесь можно чуть дозу повысить. Ой, Зухра, вы зря не верите, ковид есть, еще какой? Спросите у наших врачей, которые были в красной зоне, никогда, никогда такой вопрос не ставьте, не гневите Бога. Опять-таки, Татьяна, как назначают, а нам назначают постоянно астрамбин, короним, как правильно все это принимать в сочетании с продукцией атомии. Но опять-таки, смотря что из продукции атомии вы хотите. Ну, кто-то пишет, конечно, есть, я переболела. А, могу ли я сделать прививку после трех месяцев, как переболела ковидом? Вообще, знаете, кто пойдет на прививку, будьте добры, сдайте платно анализ на антитела. Ну, не пожадничайте и сдайте анализы. Вообще, общий анализ крови развернутый, кровь на антитела, кровь на додимер, и уже с чистой совестью вы пойдете. потому что после трех месяцев у вас может быть высоко титра антитела, и вам еще прививка не показана. Вы просто заболеете. Так, гематогенуэстемиелит, это не метод, вот. Это, смотря в каком состоянии у вас находится, либо он у вас в анализе был когда-то, либо он сейчас у вас, опять-таки, это решит врач ваш. Ну, кажется, Музуху уговорили пойти на прививку. Она сказала, хорошо. Расскажите, пожалуйста, про индийский штамм. он же новый вышел, да, у них, и теперь распространился. Вот помните, как в Индии сейчас вот так, а вам надо вести свой канал, спасибо. Людмила пишет, хочется, чтобы большее количество людей услышало вас. Спасибо. Так, постепенно начало возвращаться, значит, иммунная система хорошо сработала. Да, знаете, вот по поводу индийского штамма, сейчас уже опять началась паника, вирус, он может мутировать, он может видоизменяться, и вот этот дельта-вирус, помните, как в Индии было, люди просто массово умирали. Он активен, он более активен, этот вирус, и если вот ковидом 19, который был у нас, вот этот штамм, можно было от одного инфицировать, от одного, двух, трех человек, то дельта, вот этим ковидным вирусом, от одного пациента может инфицироваться 5-6 больных, то есть в разы увеличилось, да, два или шесть, в три раза может быть больше пациентов. Теперь тот, кто переболел ковидом, да, вот никто не задал вопрос, а могут ли болеть еще, конечно, могут, конечно, могут, могут и два, и три, и четыре, и если это другая, другая какая-то форма ковида, можно заболеть, но опять-таки, что, что дает прививка? Она дает вам возможность при заражении повторном перенести легко. Можно же заразиться, умереть, а можно просто в легкой форме переболеть, если вы еще себе помогаете ВАДами, если вы защищаетесь, значит, вы переболеете легко. То, что будет ковид, он будет, он никуда не денется, он никуда не уйдет. Надо научиться с ним жить, надо взять на себя ответственность в борьбе с ковидом, то есть это и прививка, это и БАДы, это и защита, мытье рук, все пока остается, маски, все это остается, потому что, да, вирус есть, он никуда не делся, он будет. Просто стихает, медицина справляется, весь ужас в чем, вот даже когда объявили локдаун, с какой целью его объявили, не потому, что боялись, что воздушно-капельным он там на поверхности будет, и людей закрыли дома, система здравоохранения абсолютно была не готова, абсолютно была не готова. Вы вспомните, как разворачивались койки на стадионах, в каких-то концертных залах, выставочных павильонах, и вот этот локдаун был чисто для того, чтобы подготовить систему здравоохранения. Теперь вроде бы как не стоит паниковать, потому что вот только пришло письмо, что резервные койки все сохраняются, все ковидные больницы как были, так и остаются, и в любой момент, чтобы можно было развернуть, потому что все-таки после появления дейта вот этого вируса возможно опять повторная пандемия. Россия очень легко отпустила ситуацию, вы же видите, что сейчас происходит в Москве, то есть они как-то очень легко все открыли, все у них пошло, ходить в кинотеатры, в лагеря, все можно-можно, сейчас у них плохая ситуация, но обычно московская ситуация к нам приходит через месяц-полтора. Будьте начеку, защищайте своих взрослых родителей, поите химахимом, поите женишенем, давайте пробиотик, готовьтесь, просто всякое в жизни может быть вооружен, значит, как это у нас в отображении же есть, защищен. Спасибо большое. Я, кстати, после лекции захотела пить, а, омегу выпить сразу. Райхан, если она захотела выпить пуэр, я омегу. Райхан намерена всю ночь работать, по всей видимости. Я не могу, да. Ну все, вроде мига, вопросов нет, наверное, нам же и времени, полтора часа прошло, спасибо всем. Спасибо, что уделили время еще и на вопросы, все получили ответы, очень развернуто. Работаем, пропагандируем здоровый образ жизни, оздоравливаем население, выполняем свою миссию. Всем, всем, всем желаю, спасибо огромное за обратную связь, всем желаю здоровья, берегите себя, берегите своих близких, выполняйте миссию. Вот нам компания Атоми дала вот эту миссию оздоровить население, оздоровиться самим прежде всего и оздоровить население. Вот эту миссию нужно прямо вот сейчас, в эпоху ковида, наверное, не просто так вот во время пандемии появилась эта компания, она нам дала возможность оценить работу всех БАДов, оценить состояние вот здоровья общества и, наверное, сказала, ну все, давайте, включайтесь, работайте, оздоравливайте. Я всем желаю здоровья, вам, вашим близким, рада была всех видеть, всем спасибо за внимание. С удовольствием, если надо, могу прочитать еще лекции. Мы, по-моему, с Райхам готовы все время говорить и говорить. Всем спасибо. Спасибо большое, Альмира, вам за такую наиполезнейшую лекцию. Вот каждое слово ваше здесь впитывались, Виктория Пактон. Мы находимся вместе, да. Действительно, захотелось сразу и омегу, и вот пуэр-чай. Я вот точно для себя приняла решение, теперь я буду пить пуэр-чай. Потому что я так иногда только его пью. Спасибо. Будем в силу укрепляться, усиливаться. Спасибо. И тоже хочу сказать, что вы хорошей с каждым разом, как мы вас видим. Спасибо, Атоми, спасибо компании Атоми. Я же говорю, каждый раз, когда включается видео, я вижу, как люди меняются просто в лучшую сторону. Да здравствует Атоми. Да, и хим-охим это... Хим-охим это просто уникально. Любовь. Это наша любовь. Наша любовь, да. Благодарю. Большое-большое спасибо. Всем спасибо. Спасибо за организацию, вообще за идею этого марафона Анатомия стройности. Это что-то. Действительно, как будто бы вспомнили о здоровье, вот по-настоящему. Трио Альмира, вот я хочу сказать спасибо. Вот трио, очищение, вот это первое, то, что мы сейчас делаем. И то, что это придет к омоложению, я как будто впервые сейчас услышала, и подумала, ох, все. В общем, вы продали нам такую идею. Вроде бы мы и так любили, но не всегда осознаем, насколько действительно у нас уникальная и шикарная продукция. Шикарная. Спасибо всем. Спасибо всем. Спасибо Стелла большое. Увидимся в следующий вторник, друзья. Берегите себя. Завершаем эфир.